Добрый день, друзья! В этом втором новостном блоке будут новости, не вошедшие в первый утренний блок. Подписывайтесь на мой канал, и вы всегда будете в курсе самых главных новостей. Оперативный штаб сообщил сегодня о новом рекорде по суточному приросту пациентов с COVID-19. В России за последние сутки выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Больше всего заразившихся, в Москве 5224, в Санкт-Петербурге 715 и в Московской области 499. Кроме того, за последние сутки 219 пациентов с коронавирусом умерли, еще 7574 выздоровели. Пресс-секретарь президента, комментируя рекордный прирост, отметил его как реальность, с которым все должны бороться. Ситуацию с коронавирусом в России Дмитрий Песков назвал тяжелой. Он подчеркнул, что сейчас необходимы энергичные усилия и от федерального правительства, и от правительств регионов. Как передает ТАСС, Дмитрий Песков возразил кандидату в президенты США Джо Байдену, заявившему о том, что Россия представляет наибольшую угрозу для США. Песков выразил сожаление в связи с тем, что в США Россия позиционируется как противник. РИА Новости пишет об отказе Дмитрия Пескова дать совет Александру Лукашенко в ситуации с протестами в республике по причине невмешательства Российской Федерации в эти события. Сегодня на сайте Кремля сообщается об очередном призыве российского президента Владимира Путина к НАТО об объявлении аналогичного моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности. По словам главы государства, российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был важен для Европы, а выход из него США стал большой ошибкой. Путин подчеркнул, что Россия готова не развертывать в Европе ракеты комплекса «Искандер-М» при условии встречных шагов Альянса. Сегодня представители Яндекса впервые рассказали, какие данные они передают российским властям и сколько запросов от государственных органов получает компания. Из отчета, опубликованного в официальном блоге Яндекса следует, что чаще всего власти запрашивают данные пользователей сервисов Яндекс.Паспорт и Яндекс.Почты. На них приходится 8800 обращений за первое полугодие 2020 года. Вместе с тем в компании отметили предоставление информации только по решению суда. В пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщили об установке тепловизоров при входе на станции метро и вокзалы Москвы. Таким образом, пассажиров с повышенной температурой больше не будут пускать в вышеперечисленные объекты столицы. В Департаменте транспорта пояснили, что тепловизор будет пищать, если зафиксирует у кого-то из пассажиров повышенную температуру. В этом случае человеку измерить температуру обычным термометром, чтобы исключить ошибку. Если данные подтвердятся, то пассажиру откажут в проезде и посоветуют вызвать скорую или обратиться за помощью к врачу. Сегодня на встрече с президентом России председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал Владимиру Путину о непростой ситуации в Нижней Палате Федерального Собрания и озвучил цифры по заболевшим коронавирусом депутатам. По словам спикера Госдумы, за все время 91 депутат уже переболел или болеет коронавирусом. На сегодняшний день в больнице находится 38 депутатов Госдумы, один в реанимации. Также Володин напомнил, что один депутат скончался от COVID-19. Президент России поблагодарил депутатов за работу в непростое время. Сегодня руководитель лор-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, назвал основные ошибки ношения масок, которые могут привести к заражению коронавирусом. По его словам, маску нельзя носить на подбородке, она должна закрывать нос и рот, сообщает ТАСС. Он также отметил, что одну маску можно носить максимум несколько часов, в отличие от многих россиян, носящих одну и ту же маску неделями. Врач заявил, что маску надо использовать для защиты здоровья и профилактики коронавируса, а не для того, чтобы избежать получения штрафа при использовании общественного транспорта и посещении магазинов. Редкое использование россиянами санитайзеров для рук в магазинах и торговых центрах является с его слов большой ошибкой. По его мнению, главная ошибка – отсутствие социальной дистанции. Как пишет Reuters, Саудовская Аравия стала первым по величине поставщиком нефти в Китай в сентябре, потеснив на этом рынке Россию. Это был мой второй новостной блог за сегодня, жду вас вечером на моем канале со свежими новостями в России и мире. С уважением, Ренат.